Первый торт у меня, его вчера привезли, второй привезут, сегодня, вот всё, окей, пока, пока. Здравствуйте, доброе утро, ребята, уже столько всего произошло этим утром, что я чуть-чуть на взводе, у меня только что был зум-звонок с брендом, поэтому исключительно верхняя часть моего тела выглядит нарядной, здесь я в трениках. Пожалуйста, скажите мне, что все так делают, вы ещё не без ума от этого топа, мне кажется, он будет любимчиком в этом сезоне, он от бренда Awesome To Some. Я заказала у них несколько вещей и скажу я вам, ждите это видео в следующие, нет, даже не в следующие выходные, где-то в районе моего дня рождения выйдет видео, где я покажу вам 7 образов на 7 дней недели, это будут уже зимние образы, потому что у нас достаточно холодные, я хотела показать вам, ну, я не знаю, что-то применимое в текущих погодных условиях. Также сегодня мне привезли вот этого красавчика, я так давно не меняла телефон, на самом деле это был подарок на день рождения, он пришёл чуть раньше, тихоокеанский синий. И, к сожалению, у меня сегодня совершенно нет времени, чтобы заняться им, поэтому я просто пока буду ходить везде со своим старым телефоном. Сейчас мне нужно доделать ещё кое-какую работу, потому что я хочу уехать, знаете, в спокойном состоянии, когда над тобой ничего не висит, и ты можешь веселиться и получать удовольствие. Если вы ещё не поняли, мы с вами едем на день рождения моего папы. Это его юбилей, ему исполняется 60, вообще-то день рождения завтра, но я еду сегодня, чтобы помочь маме со всеми приготовлениями, поэтому времени в обрез, никаких длительных вступлений, мне нужен ещё один кофе срочно. Произошли некоторые изменения вот в этой кухонной зоне, я пока не уверена, что мне нравится вся эта ситуация, потому что всё теперь как-то заставлено. Раньше было гораздо больше свободного пространства, но у меня появился новый тостер, если вы помните мой предыдущий тостер, он выглядел, я не знаю, чудовищей, он всегда прятался в одном из шкафчиков, я доставала его каждый день. Но я очень люблю тосты из бездрожжевого хлеба, и я ем их на завтрак, иногда на обед, периодически на ужин с супом, реже, но бывает, поэтому я хочу, чтобы тостер всегда был под рукой. И также я поставила сюда свою старую кофеварку Nespresso, мне нравится доставать её в это время года, потому что выходят рождественские вкусы. Раньше мне очень нравился Apple Crumble, у них иногда выходил вкус яблочного пирога, это яблочного печенья. В этом году что-то типа Amaretto, я сделаю себе ещё чашечку, возможно, две. Мне кажется, мы закончили. Я, кстати, хотела показать вам ещё одну свою новую технологическую игрушку. Сегодня просто какой-то день новой техники для меня. Я, наконец-то, обзавелась мышкой для ноутбука, и я не знаю, как я не сделала этого раньше, учитывая, что работа за компьютером занимает огромный пласт моего времени. Это малышка от бренда Logitech, она называется Pebble M350, это совершенно новая модель, она представлена в пяти цветах, все они очень симпатичные. Есть серо-голубой, есть розовый, но это такой очень припылённый, аккуратный розовый. Также есть графитовый, есть кремовый белый, если вы за классику, например. Я, конечно же, выбрала вот такой эвкалиптово-зелёный. Я думаю, вы уже достаточно хорошо меня знаете и в курсе, что это один из моих самых любимых оттенков, и он совершенно идеально вписывается в эстетику моего интерьера. Кстати, я только что поняла, что он подходит моему новому телефону. Мне очень хотелось, чтобы моя мышка была прямо стильной, какой-то, я не знаю, особенной, потому что есть категория вещей, на которые ты смотришь каждый божий день, и здорово, когда они с изюминкой, когда они радуют твой глаз. Плюс большую часть времени я, естественно, работаю дома, поэтому мне нравится окружать себя, пусть меньшим количеством вещей, но они должны быть очень качественные и очень классные. Опять же, если я еду или лечу куда-то, мой ноутбук, естественно, всегда путешествует со мной, поэтому отдельным бонусом я бы выделила компактность и практически, я не знаю, невесомость этой мышки. Она настолько маленькая и плоская, что я могла бы уместить её в кармане своих джинсов, но этого мы делать не будем. Мой ноутбук и так весит достаточно, мне не нужен ещё один дополнительный балласт. Опять же, мне кажется, что это просто идеальный вариант для нас, девочек, потому что такой аксессуар выглядит очень стильно, и вместе с тем он не создаёт впечатление легкомысленности. Это особенно важно для тех, кто, например, очень много взаимодействует с заказчиками, или же, например, должен проводить какие-то презентации перед публикой. Такой аксессуар действительно может презентовать вас в обществе как человека креативного, продвинутого, но при этом думающего. И, ребята, если бы вы только могли потрогать и ощутить, насколько она приятная тактильно, посмотрите, она прям вся обтекаемая, на ощупь как будто бархатистая. Плюс мне очень нравятся кнопки, потому что они практически бесшумные. И на них как-то особенно приятно кликать. Не знаю, может быть, у меня просто давным-давно не было мышки, и мне сейчас очень нравится вот это олдскульное ощущение. По сравнению с тачпадом, это небо и земля, потому что я работаю в Final Cut Pro, и мне периодически необходимо подрезать клипы, как бы вам объяснить. Иногда мне нужно вырезать одну букву в слове, или прямо полусекундный момент, то есть тут нужна лазерная точность. И с мышкой рабочий процесс стал гораздо проще и быстрее, потому что теперь я прямо с первого раза попадаю именно в тот самый отрезок, именно в тот самый моментик, в который мне нужно. В общем, ребята, я мега довольна. Это действительно вещь, которую я могу порекомендовать вам, поэтому если вы захотите себе такую же малышку Pebble M350, обязательно переходите по ссылке в описании. Там вы сможете познакомиться со всей линейкой этих мышек, со всеми возможными вариантами цветов, выбрать тот, который понравится вам больше всего. И работать стильно и комфортно в условиях пандемии, или в любых других условиях, в которые вас загонит современная действительность. Я пытаюсь собрать вещи. Мысли, где вы, мысли? Вот это кучка одежды, которую я беру с собой. Мы едем на три дня. Мне должно хватить. Вообще, обычно я беру папину одежду и потом никогда не возвращаю, так что... Не набираем слишком много, оставим место в сумке для чего-нибудь. Это вам видеть необязательно. Все мои провода и зарядники. Скотч и нитки даже не спрашивайте. Я уже давно перестала спрашивать маме, это зачем-то нужно. Моя косметичка номер один. Здесь все шампуни, средства для тела. Духи, блеск. Здесь у меня прям косметика-косметика. Я так рада, что Крис поедет, потому что она сделает мой макияж. Она потрясающе хорошо делает макияж. Я думаю, это неудивительно, учитывая, что она художник. И каждый раз, когда мы с ней вместе или собираемся куда-то, я всегда прошу ее накрасить меня. Женщина, конечно, страшно талантлива в самых неожиданных жизненных аспектах. Я не знаю, как внести все это в сумку. Мне кажется, мне придется брать еще и чемодан. Бальзамический уксус у мамы закончился. Никто не хочет заезжать в магазин, так что я просто возьму свой. Моя сумка, с которой я поеду. А, давайте я покажу вам Алисину одежду. Я не помню, когда я последний раз снимала какое-то видео с детской одеждой, но она вся такая милая. И очень многие, наверное, мамочки или не мамочки, просят меня показать, во что я одеваю Алису. Так что, вуаля. Я беру для нее вот этот розовый комплект. Это просто как пижамка домашней одежды и ее новые тапочки. Этот комплект она выбрала сама. Я ничего не могла поделать, но в принципе, по-моему, неплохо. Такая бархатная черная кофта топ. Юбка. Резинка для волос. И вот эти симпатичные балетки, колготки. Это один из папиных подарков, которые мне нужно куда-то положить. Это еще один папин подарок, который мне нужно куда-то положить. Торт номер один. Он весит тонну. Через полчаса приедет торт номер два. Я на моем, наверное, уже десятом кофе за сегодняшний день. О, кстати. Я не теряю надежды отрастить свои брови, поэтому я купила вот такую штуку. Я не знаю, слышали ли вы когда-то про нее. Я читала очень хорошие отзывы именно про Икс Лаш. Это сыворотка для роста ресниц. И меня-то заинтересовала вот эта Икс Брау. Это сыворотка для роста бровей. Если вдруг что-то из этого изменит мою жизнь, я обязательно дам вам знать. Потестирую их, наверное, с месяц и посмотрю на результаты. Если мне понравится, я скажу вам, потому что я как никто знаю, что такое, когда волосы не растут там, где они должны расти. Если вдруг вас удивляет, почему я так тепло одета, последние дни в Екатеринбурге держится минус 10. Я сегодня просто мисс Масс Маркет, ну не знаю, мне все очень нравится. Эти серьги от Лава и Джей, вы их помните из прошлого видео. Свитер из манго. Правда, это самый красивый оттенок, который вы когда-либо видели. Лаковые леггинсы из Зары. Я вообще-то хотела лаковые брюки, но поскольку в Екатеринбург привозят только, видимо, остатки того, что не купили в других городах, у нас были только лаковые леггинсы. Мои ботинки от Массима, и я возьму вот этот винтажный коричневый клатч. Я купила его в Питере и прямо очень ждала возможности выгулить куда-нибудь. И вот она. Это все наши с вами сумки. Едем сегодня на стиле с пакетом Икеа, потому что это единственное, куда я смогла упихать все, что мне нужно сложить с собой. Я страшно хочу мандаринку. Я все еще жду второй торт, и я жду такси, и, как всегда, это произойдет одновременно. Я их в насосное хочу поставить. Давай. Я страшно хочу спать. Естественно, я не поспала в такси ни секунды. Я никогда не сплю в машинах. У меня просто не получается. Я не знаю, что должно случиться, чтобы я уснула в машине. В общем, вместо того, чтобы спать всю дорогу, я смотрела клипы BTS. Мне кажется, я официально помешалась на них. И мне нравится, что на каждую песню, практически на каждую песню, у них есть клипы, и они все очень смешные. Еще я смотрела несколько реакшн-видео на их песни. Вот это понравилось мне больше всего. Что я смотрел? Первым делом это сделал Жендоник, вкус праздника Сильно ударилась? Ужас Я всегда так бьюсь Мизинцем об мебель У меня аж сжимается внутри, когда я это слышу Моя любимая мамина фотография Это она в Таиланде На Уокинг-стрит Все мы там были Мы только что ходили на улицу заправлять кровать в другом домике И я так замерзла, у меня красный нос У меня практически идет кровь из рук У мамы практически идет кровь из глаз Но мы закончили стену в честь папы Покажу вам фотографии поближе Даже не знаю, как охватить их все Папа в Париже Папа такой позер Он на всех фотографиях придумывает что-то веселое и классное Это мы с Алисой в Каппадокии У него, конечно, очень крутые фотографии Вот кому нужно вести Инстаграм Никак не мне Человек с фантазией Великолепный мужчина А, заглядение Это Алисик По-моему, мы с мамой и с Алисой ездили В Стамбул И эта фотография оттуда Найду вам маму где-нибудь Это мама Понятия не имею где Вот эта фотография очень классная Мне нравится Это опять же мама И, кстати, очень идет светлый цвет волос Вы тоже заметили, что меня нет? Я здесь есть на одной фотографии Вот здесь Это мы полетели в Италию Когда Алисе исполнилось 6 месяцев Мы полетели всей семьей А, вот это моя любимая их фотография Так смешно Мне почему-то она очень нравится Мама Маме идет любой цвет волос Я вас умоляю С днем рождения Это все Папины подарки И мы не сошли с ума У нас есть концепция Мы с мамой уже делали это На папе на 40-летие, да? Да Когда папе исполнялось 40 Мы сделали ему 40 подарков Мы нарисовали на ватмане Такой огромный гигантский цветок У него было 40 лепестков И папа отрывал в течение дня Каждый лепесток И под каждым скрывался подарок Некоторые маленькие Некоторые большие Там были дорогие, дешевые, памятные В общем, все подряд Но к тому дню рождения Мы тоже готовились Наверное, месяца 3 или 4 В этом году 60 подарков Но, кажется, у нас все схвачено Конечно, большую часть 60, я так и сказала Большую часть работы, конечно, сделала мама Вот он Прямо передо мной Вот Держи Видите? Они все пронумерованы На этот раз Я так понимаю Он будет фотографии снимать Или как ты задумала? Там как бы будет 60 конвертов С фотографиями Каждая в отдельном конверте Фотография 60 И На каждом конверте Будет такой стишок Который будет Как бы Ты написала 60 стишков Да Сама? Ну Я все переделывала Что-то не сама Из интернета брала Она все переделывала А что-то вообще сама писала Я теперь понимаю Почему он женат на тебя Так много лет Вот И Каждый стишок Должен какой-то Вот его Жизненный сюжет Ну да Он должен узнать Каждый подарок И по фотографии По стишку Догадаться Что в коробке Что в подарке Да Каждый подарок Связан с Какой-то С каким-то жизненным Моментом Папиным И по вот этому Маленькому стихотворению По фотографии Он должен догадаться О чем идет речь Или что за подарок Там лежит Я думаю Папе будет весело Кстати он будет Распаковывать Это весь день Завтра приедет Много гостей Хорошо-то мы Сегодня уже Не будем выглядеть Да Можно мне? Я даже в ресторанах Такой вкусной Бараниной не ела Вот Я картошечку Запеку Сливка И у меня Еще жульенчик Белый бельбок Мне кажется Горячая Нормальная И три Вот таких Ноги Три Я тоже Нашла седой волос Кстати Но это даже Хорошо что он Маскируется И его не найти Не знаю Слава богу Он не заметен Куда ты Убрала Ты забрала Мой кусочек? Нет Вот это Вот это Мне еще Чувствия на руках Папа на работе Он приедет Часа через два Я думаю Мы Добавили Еще фотографии Добавили Хэппи-безды Кстати Вот эта штука У нас С тех пор Как мне наверное Было лет 13 10 Так что Отчасти Она моя Она очень красивая Мне кажется Сейчас таких Уже не упускаю Я поспала Полчаса Так я делаю Какую-то Азиатскую Заправку Для Креветок Мама будет Готовить их На шпажках Поэтому здесь У меня все В перемешку Чеснок Имбирь Перец Господи Я выгляжу Как кошмар Нет Ксюша Ты все еще Чудесна Че? Нет Ксюша Ты все еще Чудесна Дашь мне Чеснок или нет? Нет Еще пока Почему? Время 7 Папы все еще Нет Мы так торопились Чтобы все Успеть к его приезду Он решил Не приезжать Сегодня Мы лежим Или за что? За штрихой Мама сегодня Не в форме Она просит Вырезать ее Отовсюду Я только за Привет Ты хотя бы едешь Я за это Бось Я за это пленка Хожу А зачем? Я же тебе сказала Ты занимайся своими делами Я все сделала Они в кучку же все Должны немножко Лежать Салат с селью Вот смотри Гипелинные яйца Смотришь Крутую Залей Сделаем Да Это самое Король вечеринки Привет Ты думал Я тебя чебуреком Представляю А я не видел Приятного аппетита Спасибо Ром кола Королева танцпола Да я сделаю Все Не раз Так ну не так ведь это делают Ты че Блин Горяга Черт Она Извела Бленки Только Никакого Немножко не получилась Где тебя Учили Диаметра пленки Не хватает На чашку Угу Ты с детства Меня только критикуешь И критикуешь Ну что С лишним лет Доброе утро мама Прекрасно выглядишь Этого не будет Мне кажется Я выгляжу Как Скруч Макдак Я выгляжу Я выгляжу Стоп, кипяток! Good morning, good morning, я отстояла огромную очередь в душ, мы все привели себя в порядок, сейчас начинаем готовить! И его тоже почему-то периодически... Делаем салат? Чего? И его тоже почему-то периодически только... Люди, мама требует видео с твоими рецептами, а их моих-то нет. Они не знают, что ты воруешь все у Юлии Высоцкой, подворовываешь! Правда, мне кажется, 80% того, что мы готовим сегодня, мы готовим по Юле Высоцкой, да? Салаты, по крайней мере, салаты! Все остальные блюда... Салаты, да, все остальное... Ух ты! Что? Да я не видел, что снимают, я постарался это красиво сделать! Что? Открыть? Ну... Весь день будет снимать, так что ты всегда немножко контролируй себя! Я бы, конечно... Контролируй! Куда его не поставишь, он будет все записать! И прикраться, он же кривил! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как интересно, у тебя называется лучи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сними рыбу Сними рыбу Сними рыбу Что? Рыба Давайте Вовочка, ты настоящий Вовочка! Молочь! Писал Два, Ольга Викторовна, мне в ответ приходит Ксюша, что происходит? Конечно, Настя ешь по пути Ты такой же, чё? Настя ешь Ээ,� regime.. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok